Приветствую вас, доктор Закер Найк, а также всех братьев и сестер, находящихся здесь, во имя Господа Творца. Для меня это большая честь, доктор Закер Найк. Итак, моё имя Махиш. Я работаю в Дубае в качестве сотрудника по обслуживанию клиентов. И я также христианин с рождения. И мой вопрос сегодня следующий, сэр. Насколько уверен ислам, что его не вводят в заблуждение сатана или даджаль? Утверждая, что Иисус не был распят за все наши грехи? Брат Махиш задал вопрос. Насколько уверен ислам в том, что его не вводят в заблуждение сатана или даджаль, и Иисус Христос мир ему не был распят? Брат, ислам означает мир, приобретённый посредством подчинения своей воле Богу. И любой, кто починил свою волю Богу, является мусульманином. Что касается нашего Созятеля, всемогущего Аллаха, у Него есть знание сокровенного, знание о будущем. Аллах очень ясно говорит в Коране, в Суре Ан-Ниса, глава 4, аят 157. Аллах говорит. Они начали хвастаться, иудеи, говоря, что мы убили Иисуса, сына Мария. Аллах же говорит «Ва ма каталюху, ва ма сулабуху». Они не убили Его и не распяли. «Валякин шуббиха лахум». Но им показалось. Те же, кто препирается, пребывают в сомнении или следуют предположениям. «Ва ма каталюху якина». Они действительно не убивали Его. Итак, Коран очень ясен в этом вопросе. Он уверенно заявляет, без малейшего сомнения, что Иисус Христос, мир ему, не был распят и не был убит. Но это им лишь так кажется. И все, кто препираются, пребывают в сомнении. Я, будучи мусульманином, на 100% уверен, так как Коран говорит об этом. Но чтобы дать тебе уверенности, я могу доказать тебе это из твоей Библии. То, что Иисус Христос, мир ему, не был распят. Чтобы ты узнал, что не мусульмане те, кто были введены в заблуждение, а так называемые христиане, верующие, что Иисус был распят, заблуждаются. Если ты прочитаешь Библию, об этом упоминается в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 38. И тогда люди подошли и спросили Его, «О Господин, о Учитель, хотелось бы нам увидеть от Тебя знамения». Люди спросили у Иисуса Христа, мир ему, «Покажи нам знамения, чудо, чтобы доказать, что ты посланник Божий». Итак, Иисус Христос, мир ему, говорит, «Лукавый и прелюбодейный ищет знамения, знамения не воздастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо так как Иона был три дня и три ночи во чреве кита, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». В сердце земли. Этим утверждением Иисус Христос, мир ему, кладет все яйца в одну корзину. Он не говорит, что я вам покажу чудеса. Вы знаете, что я оживил мёртвого, я исцелял покажённых, но он кладёт все свои яйца в одну корзину и говорит. И знамения не даст ты ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был три дня и три ночи во чреве кита, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. А теперь, чтобы узнать знамения Ионы, мы должны обратиться к Библии, и там есть книга под названием «Книга пророка Ионы». В ней есть две части. В Библии. И если ты читал Библию, то ты знаешь, что всемогущий Бог приказывает своему пророку Ионе отправиться в Ниневию. Но Иона, будучи пророком, сказал Богу, что люди Ниневии его не поймут. И сев на корабль, он отправился в Фарсис. И во время его путешествия бушевал шторм на море. И в то время было суеверие, что любой, кто не повинуется по велению своего господина, станет причиной возникновения шторма. Итак, Иона, будучи пророком Бога, добровольно признаётся, что он ослушался своего Господа. Итак, из-за того, что он ослушался, в наказание за это и в то время был обычай или суеверие, что если вы сбросите его за борт, того, кто ослушался своего господина, то шторм прекратится. И Иона, будучи пророком Бога, вызвался добровольно. Им не пришлось связывать ему руки или ноги. И они выбросили его за борт в шторм. Я спрашиваю тебя, брат, в то время, когда Иона был выброшен из корабля в море, Иона был живым или мёртвым? Брат, я спрашиваю тебя, Иона был жив или мёртв, когда его сбросили в шторм? Да, я понял ваш вопрос. Ты понял вопрос, но не отвечаешь? Согласно тебе, в Библии, когда Иона был выброшен за борт, он был жив или мёртв? Смотрите, это не тема моего вопроса. Я даю ответ на твой вопрос. Я отвечаю на него. Иисус Христос, мир ему сказал. Он кладёт все свои яйца в одну корзину. Он говорит, ибо как Иона был три дня и три ночи во чреве кита, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Я отвечаю на твой вопрос. Но почему ты не хочешь ответить? Иона был мёртв или жив? Я не уверен насчёт этого. То есть ты не читал Библию? Я читал. Я не встречал ни одного христианина, который бы не знал книгу о Ионе. Он может не знать другие части Библии, так как этому обучает даже воскресная школа. Даже маленький ребёнок знает историю Ионы. Почему ты не знаешь этого? Сэр, я жду вашего ответа. Но я отвечаю. Я спрашиваю тебя. Если ты читал Библию, если ты знаешь историю Библии, Иона был жив или мёртв? Если ты не знаешь свою собственную Библию, то какая польза от того, что я говорю тебе на основе твоей Библии? Это простой вопрос. Такой же, как два плюс два. И ты не можешь ответить на него. Что означает, что ты боишься истины? Нет, сэр. Так Иона был мёртв или жив? Просто ответь мне. Мёртв или жив? Нет, но я не могу угадывать. Если уверены, то, пожалуйста, продолжайте. Ладно, то есть ты не знаешь? Да, я не знаю. Ты не знаешь или не хочешь давать ответа? Я не хочу отвечать, но хочу, чтобы вы ответили. А, понятно. Почему? Почему ты боишься? Брат, сколько будет два плюс два? Определённо четыре. Ты говоришь определённо четыре, но ты не можешь ответить, был ли Иона жив или мёртв. Когда Иону выбросили за борт, он был жив или мёртв? Ты знаешь ответ, но ты не хочешь отвечать. Почему? То есть ты боишься истины? Я чувствую, что дьявол вводит тебя в заблуждение. Нет, дьявол не может обмануть. Дьявол не может тебя обмануть. Почему? Потому что я верю в Господа Иисуса Христа. Ты не знаешь знамения Иисуса Христа, мир ему. И ты не знаешь Библию. Как ты можешь верить в Него? Я люблю Иисуса, мир ему, больше, чем ты. Ты знаешь об этом? Я следую за Его приказами больше, чем ты. Ты только на словах говоришь. Я знаю повеления Иисуса Христа, мир ему, из Библии. А ты знаешь их? Таким образом, кто более верующий в Иисуса Христа, мир ему? Я или ты? Тот, кто следует приказам Иисуса Христа, мир ему, более совершенно верующий? Или тот, кто не следует? Мне кажется, вы отходите от вопроса. Я не отхожу. Но дьявол вводит тебя в заблуждение. Я хочу отдалить его от тебя. Дьявол говорит тебе, не отвечай. Если ответишь, то попадешь в ловушку. Но если ты ответишь, то ты приближешься к истине. Нет, сэр, мой вопрос был в том, чтобы узнать точку зрения Ислама. Насколько он уверен в этом? На сто процентов уверен. Насколько ты уверен? Ты не уверен, что Иисус Христос, мир ему, был распят. Поэтому, даже зная ответа, ты не хочешь отвечать на вопрос. Это от дьявола. Если ты задаешь мне вопрос, и я не отвечаю тебе, это означает, что я боюсь правды. Почему ты боишься истины, когда Иисус Христос с тобой? Если Он с тобой, то почему ты боишься правды? Я знаю, что ты знаешь ответ. И ты боишься, что тебя разоблачает в том, что Иисус Христос, мир ему, не был распят. Позвольте мне быть честным. Я и вправду не знаю ответа. Но хочу услышать ваше объяснение. Ладно, то есть ты не знаешь? Да, я не знаю. Ты не знаешь или не хочешь давать ответа? Я не хочу отвечать, но хочу, чтобы вы ответили. А, понятно. Ты знаешь о знамении Йонне? Ты слышал его историю? Да, я слышал. Ты знаешь, что его выбросили за борт? Да, когда его выбросили. Он был мёртв или жив? Я могу лишь предположить, что он был мёртв. Когда его выбросили. Да. Где ты прочитал об этом? В какой Библии? Я бросаю тебе вызов. Если ты покажешь мне стих из Библии, где говорится, что Йонне был мёртв, когда его выбросили за борт, я стану христианином сегодня. Твой дьявол даже не даёт тебе ответить правильно. Я бросаю тебе вызов. Открой книгу Йонне. Там говорится, что Йонне был жив. Почему ты даёшь неверный ответ? Твоя же Библия говорит, что Йонне молился во чреве кита. Так он был мёртв или жив, когда он молился? Он должен был быть жив. Тогда почему ты говоришь, что он был мёртв? Я не был уверен в книге Йонне, сэр. Я не встречал ни одного христианина, который бы не знал ответа на этот вопрос. Ты знаешь ответа, намеренно отступаешь, потому что ты не любишь Иисуса Христа, мир ему. Но я продолжу историю. Когда Йонну выбросили за борт, он был жив. И во время шторма человек должен был умереть. Но Йонна остался жив. Если бы он умер, то это не было бы чудом. Если он не умер, то это чудо. Его проглотил кит. Кит просто взял и проглотил его. Человек должен был умереть, но Йонна остался жив. Йонна, мир ему должен был умереть. Если нет, то это не было бы чудом. Он жив, это значит, что это чудо. Три дня и три ночи кит водил Йонну по морю. Человек должен был умереть. Он умер или нет? Как вы сказали, он был жив. Чтобы молиться, он должен был быть жив. Да, потому что мёртвые не молятся. Он был жив, так что это чудо из всех чудес. И позже кита изверг его на береге. Когда кита вырвало, пророк Йонна был мёртв или жив? Жив. Жив, жив, жив. Это чудо чудес. И Иисус Христос, мир ему, сказал, «Ибо как Йонна был три дня и три ночи во чреве кита, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Я задаю тебе вопрос. Когда Иисуса Христа, мир ему, сняли с креста и поместили в гроб, в могилу, он был жив или мёртв? Он был мёртв. В таком случае Иисус Христос, мир ему, сказал неправду. Он сказал, «Ибо как Йонна был три дня и три ночи во чреве кита, так и Сын Человеческий во чреве земли будет три дня и три ночи». Таким образом, Иоанн был жив, тогда как Иисус был мёртв. Это означает, что Иисус Христос солгал. Ты веришь, что Иисус Христос солгал? Нет, сэр, конечно нет. Тогда почему ты идёшь против того, кого ты любишь? Я никогда не поверю в то, что посланник Бога может солгать. Это означает, что он был мёртв или жив? Там говорится, что Иоанн был три дня во чреве кита. Три дня и три ночи. Не вырезай. Ладно, три дня и три ночи во чреве кита. Так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Да. Итак, Иоанн был жив. А каким было состояние Иисуса Христа, мир ему? Но главная цель, что он был в сердце земли, выполняется. Но в пророчестве он сказал, ибо как Иоанна. А Иоанн был жив или мёртв? Как вы сказали, он был жив. Тогда Иисус Христос, мир ему, должен быть живым. Это простая логика. Почему ты следуешь за стопами дьявола? Это просто. Если Иоанн был жив, Иисус Христос, мир ему, тоже должен быть жив. Если ты говоришь, что он был мёртв, это значит, что Иисус Христос, мир ему, солгал. Это означает, что он не Божий человек. Итак, в пророчестве говорится, что ибо как Иоанн, он должен быть во чреве земли три дня. Три дня и три ночи. Ты не знаешь английского? Я не вырезаю. Пусть будет три дня и три ночи. Хорошо. Но, доктор Закер Найк, вы... Подожди, подожди. Ты знаешь, в Библии, когда Иисуса Христа распяли на кресте, какой это был день? Это было в пятницу. В пятницу когда? Когда его сняли с креста? Ночью. В пятницу ночью, верно? Когда его положили в могилу? Возможно, ночью. В пятницу ночью, верно? Когда могила стала пуста? Когда Мария Магдалина узнала, что могила была пуста? В воскресенье. Когда? Утром, в полдень, вечером. Я думаю, вечером. Это было утром. В воскресенье утром? Да. Хорошо. Итак, если ты посчитаешь, то в пятницу вечером он был в могиле. Одну ночь. В субботу утром он был целый день в могиле. То есть один день и одну ночь. И в субботу вечером он был мёртв. То есть две ночи и один день. Две ночи и один день. Это равняется трём дням и трём ночам. Технически нет, сэр. Почему технически ты говоришь, что Иисус Христос Мирьему был жив? Упаси Аллах. Итак, технически ты называешь Иисуса Христа лжецом. Нет, сэр, я... Нет, сэр, нет, сэр. Почему ты обвиняешь моего любимого пророка Иисуса Христа Мирьему? Я бы не хотел, чтобы кто-то обвинял моего пророка во лжи. Один раз или два раза. Зачем? Потому что я не вижу весомую причину, почему вы делаете ложные заявления о распятии Иисуса. Нет, это вы делаете ложные заявления, не я. Потому что Коран ясно говорит, что он не был распят и не был убит. Даже в Библии сказано, что его повесили на крест, и он не умер на нём. Распятие означает, что он должен умереть на кресте. Здесь должно применяться другое слово. Потому что его повесили на крест, и он не умер. Если бы он умер, это бы называлось распятие. Если он не умер, то это вымысел, это история. Итак, если ты прочитаешь Библию, то Иисус Христос Мирьему не умирал на кресте. Если он умер, значит, он солгал. Если ты говоришь, что он умер, значит, что он лжец. Я предпочту назвать моего пророка правдивым человеком, чем лжецом. То, что ты говоришь, это учение твоей церкви, то его священника. Христиане больше обеспокоены тем, чтобы следовать за своими священниками, чем следовать за посланником Аллаха. Для тебя учение твоей церкви важнее, чем учение Библии? Чтобы выполнить учение в своей церкви, ты называешь пророка Иисуса Мирьему лжецом. Я бы не хотел называть своего пророка лжецом, брат. Ты понимаешь английский? Да, я понимаю. Итак, ты должен согласиться, что Иисус был жив, и Иисус не был распят. Всё совпадает. То, что ты говоришь, это учение церкви, а не Библия. Но как вы думаете, он умер за наши грехи? Почему они хотят солгать о распятии Иисуса? Но где Иисус Мирьему говорил, что Он умер за грехи людей? Приведи мне хотя бы один стих из Библии, где сам Иисус Мирьему говорит, что Он идёт умирать за грехи людей, и что Он Бог, и чтобы люди поклонялись Ему. На самом деле Иисус Мирьему сказал в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 17 по 20. «Если ваша праведность не превзойдёт праведность книжников и фарисеев, то никогда не войдёте в Царство Небесное». Итак, если ты хочешь попасть в рай, ты должен следовать за всеми правилами, законами и заповедями Ветхого Завета. Да. В Ветхом Завете говорится, что Бог един. Там не сказано «три в одном». Там говорится, что у Бога нет изображения. У Бога нет идола. Но многие католики поклоняются идолам, рисуют изображения. Иисус Мирьему ясно говорит, когда к Нему подошёл человек. Это в Евангелии от Матфея, глава 19, стихи 16 и 17. К Иисусу Мирьему подошёл человек и спросил, «Что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» Иисус Мирьему ответил, «Зачем ты спрашиваешь меня о добром? Один Бог добр. Если же ты хочешь получить вечную жизнь, следуй заповедям». Он никогда не говорил ему, что ты должен верить, что я Бог. Он никогда не говорил, что ты должен верить, что я умер на кресте за ваши грехи. Но это учение Павла. Это не учение Иисуса Христа Мирьему. Поверь Иисусу, когда Он говорит тебе, что если ты хочешь попасть в рай, то ты должен следовать заповедям. Ты хочешь следовать за Иисусом Христом Мирьему или кем-то другим? Иисусом Христом. А где Иисус сказал, что вы должны верить, что я умер за ваши грехи? Покажи мне хотя бы один стих, где Он сам так сказал. Сэр, это в Матфеи, я не знаю, в каком стихе. Он говорит о потере. Он прибыл, чтобы восполнить потерю. Если кто-то приходит, чтобы восполнить потерю, это означает, что Он умер за ваши грехи? Если я пришёл, чтобы восполнить твою потерю, это не означает, что я пришёл умереть за ваши грехи? Да, Он пришёл, чтобы наставить людей на правильный путь, и даже я верю в это. Но где говорится, что Он умер за ваши грехи? Сэр, в Евангелии от Иоанна 3,16 говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса». Ты цитируешь Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ты знаешь значение этого слова «единородный»? Это является искажением? Это фальсификация и добавление. Согласно стандартной версии Библии, которая была пересмотрена христианскими учёными высокого звания, и там говорится, что слово «единородный» является искажением, фальсификацией и добавлением. Это искажение, и они удалили это слово из Библии. Итак, это слово «единородный» — искажение. По сути, здесь говорится, что Бог отправил Своего пророка, чтобы Он наставил людей, и чтобы люди, последующие за Ним, имели вечную жизнь, вечный рай. И любой, кто уверует в Него, он будет иметь жизнь вечную. Поверить в Него, а не поверить в Павла. Так в чём же проблема? Где я сказал, что ты не должен верить в Него? Даже я в Него верю. Я следую за Ним. Иисус Христос, мир ему, был обрезан. Брат, ты обрезан? Нет. Но я был обрезан. Таким образом, кто следует за Иисусом, я или ты? Кто следует за Иисусом? Иисус Христос, мир ему, сказал, что вы должны следовать за Ветхим Заветом. В Ветхом Завете есть много повелений. Об этом говорится в послании к Ефесянам, глава 5, стих 18. И упоминается в книге притчи, глава 20, стих 1. Вино глумливо. Брат, ты пьёшь алкоголь? Нет, сэр. Ты не пьёшь? Нет. Машалла. Ты следуешь этой части. Брат, ты употребляешь свинину? Да. Об этом говорится в книге Левит, глава 11, стихи 7 и 8. Не употребляйте свинину. И во Второзаконии, глава 14, стих 8. Не ешьте свинину. И в книге Исаии, глава 65, стихи со 2 по 5. Не ешьте свинину. Ты употребляешь свинину, а я нет. Кто следует за Иисусом больше, я или ты? Но, сэр, кто следует за Иисусом больше, я или ты? Итак, вы забыли процитировать стих из Нового Завета. Я не знаю номер стиха, но там говорится, что вы кушаете ртом, не осквернея то, что входит в тело. И это было от Иисуса. Но где говорится, что вы можете употреблять свинину? Иисус, мир ему, сказал в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 17 по 20. Если вы хотите войти в Царство Небесное, вы должны соблюдать все законы и заповеди Ветхого Завета. Одно и то же. То, что вы едите, не осквернеет. Этот стих никак не отменяет то, что вы должны следовать заповедям и законам Ветхого Завета. Иисус Христос, мир ему, не может противоречить. Если ты нарушишь хотя бы одну заповедь Евангелия, об этом говорится в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 17 по 20. «Я не пришел, чтобы нарушить закон пророков, но чтобы исполнить их учения. И любой, кто нарушит даже самую малую заповедь, тот наречется малейшим в Царстве Небесном. А тот, кто будет соблюдать, наречется великим в Царстве Небесном. Только если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисиев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, Иисус, мир ему, говорит, что если вы нарушите хотя бы один закон или один заголовок Ветхого Завета, то вы не войдете в рай, не войдете в дженна. Итак, где Иисус Христос сказал, что вы должны есть свинину? И, сэр, опять же, как я вам сказал, что он упоминает, что это не оскверняет ваше тело. Здесь говорите о свинине? Нет, сэр. Но об этом ясно говорите в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 17 по 20. Если ты не понимаешь английского, чья это проблема, твоя или моя? В Библии, в книге Левит, глава 11, стихи 7 и 8, и во Второзаконии, глава 14, стих 8, и в книге Исаия, глава 65, стихи со 2 по 5, вы не должны употреблять свинину. Итак, если я не употребляю свинину, я следую за Иисусом Христом лучше, чем ты или нет? Но, сэр, я также следую за Новым Заветом. Даже я следую за Новым Заветом. В Новом Завете Иисус Христос нигде не говорил «Ешьте свинину». Где это сказано? Дай мне ссылку. Но он конкретно не говорит, но я желаю следовать четкому повелению. В Ветхом Завете говорит, что вы не должны употреблять свинину. Иисус Христос, мир ему, никогда не будет противоречить Ветхому Завету. Если он противоречит, то он лжет. И это согласно Матфею, глава 5, стихи 17. Я пришел, чтобы не нарушить заповеди пророков, но чтобы исполнить их учения. Исполнить означает следовать за всеми заповедями Ветхого Завета. Почему ты хочешь сделать из Иисуса Христа мир ему лжеца? Нет, сэр, я так не говорю. Итак, прошу тебя, вернись домой и прочитай Библию. Перестань употреблять свинину. Перестань пить алкоголь. Верь в единого Бога. Не молись идолам. И уверуй, что он посланник Бога, а не Бог. Инчалла, ты отдалишься от дьявола. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Благослови вас Бог. Спасибо.